Скандал, спровоцированный вырубкой 189 деревьев на аллее имени Горького, заставил собраться всех задействованных в истории в одном зале. Напомним, насаждения начали вырубать 28 апреля из-за работ ТГК-14, которые проводили замену теплосетей, в охранной зоне которых находились деревья. Дополнительно вырубили деревья, заявил ресурсник и для работы техники. Ширина крана в разложенном состоянии 6 метров, плюс 2 метра от края откоса, это для того, чтобы предотвратить опрокидывание этого крана на случай, если вдруг попал в грудь. Собственно говоря, на основе этих решений и в части монтажа трубопровода были приняты решения по спину части деревьев. После общественного резонанса администрация города заявила, что спиливание деревьев прекратится, а абрикосы и яблони временно перемещены в питомник. При этом проект еще даже не прошел экспертизу, однако вырубка уже идет и будет продолжена, но уже под присмотром общественников. Проект у нас сейчас находится в стадии экспертизы. На экспертизе он, к сожалению, должен был выйти на днях, но пока не вышел. Я думаю, в конце недели, может, в той неделе он у нас выйдет. Какие-то были замечания, мы их устраняем. Мы будем непосредственно уезжать и показывать каждый метр, каждый сантиметр. На самом деле, хорошо, что мы сегодня собрались, а плохо, что не собрались чуть раньше, до начала всех этих проблем. Уничтожение насаждений на Горького – только один из случаев варварского подхода к попытке благоустройства. История повторяется раз за разом и при кранировании деревьев. Грубая санитарная обрезка становится причиной дальнейшей гибели деревьев, которые в конце концов придется ликвидировать по причине их аварийного состояния. Выдача порубочных билетов, если возникает конфликтная ситуация, значит, происходит под контролем Совета по озеленению. Я выезжала много раз, другие члены Совета готовы выезжать. Мы же не говорим о том, что не надо санитарную рубку какую-то везти. Но то, что сейчас происходит с так называемой формовочной обрезкой – это безобразие. Потому что каждый спил больше двух сантиметров должен заделываться либо масляной краской, либо специальной смесью. То, что сейчас убрали все ветки. Но мы же говорили об этом тысячу раз. Представители объединения «Зеленый город» даже проводили для сотрудников администрации обучение по санитарной обрезке. Но плодов мастер-класс, как видно, не принес. В настоящее время одним из требований общественников, помимо отставки Сапожникова, является включение их в Совет по озеленению. Кто нам это мешает сделать? Я же не говорю, что вы туда не войдете. Вы же какую-то организацию будете представлять? Пожалуйста. Я вот повторяю, что мы будем пересматривать. Сегодня в Совет входят четыре сотрудника администрации. Один – представитель от госинспекции, один – от Забайкальского государственного университета, один – от объединения садоводов, от движения «Зеленый город» и два – представители общественной палаты города и края. Кроме изменения состава Совета, прозвучало требование сохранить сорта растущих на Горьковской аллее цветущих деревьев. Там шестирядная посадка, значит, там два ряда ильма, два ряда яблони и два ряда абрикосов. То есть, это исторически так было задумано. Я бы очень просил найти возможность сохранить эту концепцию этой аллеи. Аллея попала в проект «Дальневосточный бульвар», реализация которого рассчитана на два года. В смете заложено 2 миллиона 200 тысяч рублей на озеленение территории, однако конкретики в местах размещения и видах деревьев нет. Одна улица, пусть она сиреневая, одна улица ели, другая улица, может, черемуха. Ну, это неважно. Мы всё-таки советуемся, чтобы Совет это видел. Исходя из этого высказывания, можно сделать вывод, что конкретного плана озеленения города, о котором администрация заявляет на каждом углу, просто нет. В 2020-м, согласно докладу Марины Поповой, администрация закупила 2300 саженцев деревьев разных сортов. Часть из них сегодня хранится в питомнике, а осенью этого года в разных районах города будет высажено порядка полутора тысяч крупномеров. Контролировать этот процесс общественники настроены решительно, но когда и сколько их представителей войдут в Совет по озеленению, станет ясно после заседания Думы, на котором этот вопрос будет вынесен отдельно. Тамара Ванфули, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.